Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас роллы. У меня осталось немножко роллов. Нашла дома Биг Бон. Решила забабахать мукбанг. Почему нет? В общем, сегодня мама еще готовила нутеллу. Я так обожралась, но все равно решила снимать для вас мукбанг. Мы будем макать вот сюда. Пока что Биг Бон очень горячий. Вот такой большой в этот раз он у нас. Берем, берем давайте вот эти. Макаем сюда. Получается просто пушка. Очень вкусно. В последнее время мама так печется о моем здоровье. О моем питании. Я в последнее время меньше начала снимать мукбанги, как вы заметили. И мама каждый вечер приходит с предложением, что давай я тебе отварю пельмешки. Давай я тебе сделаю какой-то бутер. Я говорю, мама, не беспокойся. Я сижу рисую. Маме меня жалко. Чего ты постоянно работаешь? Зачем ты рисуешь? В комментариях тут там мелькали вопросы касательно того, что почему я не говорю про права, про автошколу, чем это все закончилось, смогла ли я сдать на права или нет. Хочу вам рассказать. Не хочу делиться только с яркими какими-то вещами, с какими-то победами, но нужно делиться и поражениями. Поэтому расскажу вам, как есть. В общем, я не сдала на права, то есть завалила экзамен. И у меня будет пересдача. Я постараюсь подготовиться. Вообще, я так раскинула мозгами. Наверное, машина мне понадобится к весне. Где-то так. Так что, если честно, я прям сильно не расстроилась. Все, что не делается, все к лучшему. Сейчас такие ветра у нас в Паку. Это просто нечто. Деревья падают на машины. Не знаю, грузовик просто опрокинулся на другую легковую машину. Я просто смотрю. Я думаю, зимой в Паку машина мне точно сейчас не нужна. Я думаю, где-то к лету. И у меня мама сразу такая говорит, летом, значит, поедем в Дагестан. Я говорю, мама, ты думаешь, я сразу сяду за руль и смогу ехать в Дагестан? Там вообще очень, очень борзо так водят машины. Я говорю маме, на трассу ближайший, наверное, год после покупки машины. Я точно не собираюсь, не хочу рисковать. Я такой человек. Тише едешь, дальше будешь. Я стараюсь из-за каких-то мелочей в жизни не расстраиваться. Сказать, что когда я завалила экзамены, я прям такая была расстроенная. Нет. Жизнь продолжалась, все отлично, все замечательно, ничего страшного, я думаю. Не сдала в этот раз, сдам в какой-то следующий. Блин, ребят, попробуйте когда-нибудь макать роллы в Биг Бон. Это просто нечто. Это настолько вкусно. Особенно запеченные. Подружки мне говорят, не говори на видео, что завалила экзамен. Все обсмеют. Обсмеете, это ваше право. Но я считаю, что нужно делиться не только с хорошими какими-то вещами, но и какими-то негативными моментами тоже. Например, вот я смотрела интервью Артик и Асти. Они, кстати, разошлись. Это было, да, интервью Собчак. И там, в общем, Асти начала говорить о своих пластических операциях и так далее. Я этот отрывок интервью увидела в паблике. И все там начинают, ой, переделанная вся. Ужас какой и так далее. Ну, в общем, негативные комментарии. Так я к чему? В общем, все делают эти операции, но никто об этом не говорит. Та же самая Кайли Дженнер говорит, что у нее попа сама так выросла. Вот. И все люди вокруг верят и любят этих людей. А те, кто честно признаются, мне кажется, недостойны уважения. Она сказала все. Она даже сказала про нос, что она какой-то филер делала в нос. Не знаю. Я лично аплодирую таким девушкам, которые могут смело сказать о том, что я делала это и это. Я когда сделала губы, очень много было комментариев. Силиконовая долина переделала себя. Поэтому я как бы понимаю людей, которые об этом не рассказывают. И как бы не обижаюсь на звезд, что какая она. Вот. Поэтому какие-то плохие моменты тоже надо рассказывать. Если у вас в жизни что-то не получается, поверьте мне, у меня тоже не все так гладко идет. Всегда. Я не жую. Роллы тают во рту. Макаем. Макаем. Я, например, когда ногти делала, я поняла в какой-то момент, что вот этот уровень любителя, он у меня, мне кажется, будет всегда. То есть у меня не хватает терпения, например, сделать наращивание на всех 10 пальцах и довести эти ногти до идеального состояния бликов и так далее. То есть каждый человек ищет себя, находит. И 100% бывают моменты, когда у человека что-то не получается. Насчет машины. Я буду делать так, потому что неудобно оттуда. Насчет машины. Не могу сказать, что я прям так нуждаюсь в машине. Недавно была у Жали, и она живет прям так близко к метро. Я думаю, села в метро, приехала. Все. Конечно, естественно, к лету тачку я хочу, чтобы на пляж гонять, снимать для вас интересные тиктоки. У меня очень низкий витамин D. В последнее время вообще испортился режим. папа мне постоянно отправляет, если я не отвечаю на эти открытки. Вот, смотрите, у вас то же самое. Доброго дня. Букетик от меня. Кстати, папулечка мой. Кто говорил, что он не заботится обо мне? Кто говорил что-то плохое про моего отца? Каждый день мне смайлики шлет папа. Папа самый лучший. О чем я говорила? Машина, естественно, мне нужна, но не могу сказать, что это прям необходимость номер один. Я себе каждый день выходила на работу, возвращалась бы. Я бы стопудово купила бы в первую очередь себе машину, а потом уже квартиру. но в данном случае я не жалею, что я сначала купила квартиру, потому что сейчас квартиры так подорожали. У нас резко все подорожало. А квартиры это вообще... Если я сейчас продам квартиру, я заработаю конкретно хорошо. Но я продавать не собираюсь, естественно. А мне бы не помешало, кстати, на своей квартире хотя бы прописаться. Потому что у нас такой закон, если ты не прописан в собственной квартире хотя бы два года, при продаже ты теряешь сколько-то процентов от квартиры. Мне надо там прописаться. Обязательно. У меня брат там прописан, двоюродный. А сама так и не прописалась. Это я откуда узнала. Когда мой двоюродный брат покупал квартиру, вот этот человек, который продал ему квартиру, у него, наверное, квартир 10 или 20, ну, дофига. И он, естественно, везде прописаться не может. В общем, когда он ее продавал, он был вынужден платить эти проценты. Вот. Такая вот шляпа. мама говорит, ты все равно ее продавать не собираешься. Зачем прописываться? Я говорю, мало ли, какая ситуация. Не дай бог ее продать. Но всякое бывает. у нас и продукты подорожали за последнее время прям сильно. Очень ощутимо. И все. Мне кажется, это больше последствия войны, коронавируса, потому что все позакрывали. Естественно, люди не ходят ни по ресторанам, ничего. На одно время не ходили. И понятное дело, что налоги тоже платились минимальные. я прям кайфую. Не знаю, то ли это какая-то вкусная. Биг Бон, Макс, курица. Соус и вилка внутри. Что-то я не видела никакого ни соуса, ни вилки. Надо мной, знаете, все угорают домашние из-за того, что я иду, узнаю в пенсионном фонде. Сколько у меня денежек в пенсионном фонде. Что, как, почем. Стаж у меня идет, не идет. В связи с моими видео в Ютубе, то есть я плачу налоги. А если я плачу налоги, значит у меня должна быть хорошая пенсия в дальнейшем. Какая разница, я на госработе или так, самозанятая. У меня подруги, там, не знаю, парень говорит, зачем париться о пенсии? Ты думаешь, ты будешь нуждаться в этих деньгах, когда будешь пенсионером? Я говорю, стоп, ребят. Кто-то говорит, как ты думаешь, доживешь ты до этого или нет? И мне сразу хочется всем сказать, стоп, а вдруг доживу? А вдруг я буду нуждаться в этих деньгах? А потом я могу пожалеть, что в молодости я этим не занялась, у меня стажа нету и пенсия у меня минималка, например. Я не хочу получать минималку, я хочу получать максималку. И дай бог, чтобы я не нуждалась в этих деньгах. В общем, все, мои хорошие, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok